так как работа программиста у нас связана с мышлением мы должны точно для себя определить что такое мышление как вы думаете что такое мышление как повторите ну мышление как мы мыслим а более дефинитов более такое содержательное определение 1 информация о мышлении появилась во фразе мысли следовательно существуют какие-то ergo сам но это недостаточное определение вообще кажется капиталистическая школа мышления мы философия вообще не рассматривала что такое мышление изучала да допустим был такой фрейд но у него вообще странные завихрения были стремление к смерти и к стремлению к противоположному полу это вот далеко от определения мышления да мы же работаем с мыслью все языки программирования все библиотеки которые появились это продукт мышления да в том числе все науки юриспруденция философии и так далее да ну а само мышление почему не изучают если мы хорошо будем значит такое мышление не только школе но и за пределами школы вообще что такое мышление определение дают если бы мы знали что такое мышление мы бы знали да какую задачу можно давать человеку а какую задачу можно давать программе это же интересно вот если задачу которую может выполнить человек давать программе эту задачу можно запрограммировать задачу человека если дать программе не всегда ну то есть ту задачу которую только человек может выполнить да вот допустим вот такая может быть вот такой вопрос да вот с возрастом у вас тоже такое станет выбрать куда для наших детей да если дети жениться или замуж выходить эту задачу можно запрограммировать нет не получится да да и кроме мыслительных там еще есть там же еще есть это кроме мышления еще есть понравилось не понравилось вот допустим семья какая особенности семьи еще тоже играют большую роль да что за семья какие у них также они живут как и мы с такими же понять если одинаковые понятия то легко будет а если разные то будут конфликты все время да вот поэтому вот если бы мы смогли определить какую задачу поручать компьютеру а какую задачу поручать человеку мы смогли бы на этом заработать миллиарды да и вот на западе в общем из западных мыслителей самым близко подошедшим к мышлению как ни странно был этот карл маркс нет никак он вообще как он стал популярным как он вошел в топ да но он же повлиял на нашу жизнь да и так мы должны знать чтобы в будущем в такие ловушки не попадать на правильно и вот как безвестный немецкий деятель да стал таким знаменитым куча же немецких деятелей да почему именно он да дело в том что до него до него был спор между идеалистами и материалистами да и идеалисты говорили вот например вот два стула стоит да если вы разобьете эти стулья на мельчайшие частицы найдете ли вы в них информацию что этих стульев два ну может быть стулья не обязательно одинаковая форма одинаковая конструкция найдете ли нет и этот был такой платон который говорил что это вот их школа да они вводили людей в заблуждение что кроме материального мира есть мир эманаций то есть какой-то идеальный мир вот и в котором есть определенное понятие стул а стул который мы видим это материализация того это же совсем вводит человека в сторону что кроме нашего мира еще какой-то параллельный мир и да 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 вот и вот получается вот они вот так вводили заблуждение людей вот смотрите вот два стула до или два стола и любую два-три предмета взять как узнать что их два что есть отдельная такое эманация так два да да и в этом мире она просто материализуется это получается глубоко в сторону уходила и вводила людей в заблуждение что сделал маркс он говорит чтобы мыслить нужно два параметра нужно вот эта реальность до которой мы мыслим без этого будет фантазия и нужен здоровый человеческий мозг которым эта мысль возникает потому что кроме человека других мыслящих существ мы не видим с этими двумя пунктами я полностью согласен вот и этим самым он этих идеалистов постоял на место и и через эту формулировку он вышел в топ цитируемых писателей ну из-за этого он это себя таким образом себя пропиарил понятно вот но он дальше ошибся в другом в чем его ошибка он говорил что материя отражается в мозге слово отражается здесь художественное получается художественные слова они могут иметь больше чем один смысл и и вообще неправильно применять в мыслительном тексте художественный термин а потому что можно уйти в заблуждение вот и здесь он применил художественный термин отражение хотя вот если просто само отражение да вот допустим солнечный луч отражается в зеркале да или эхо отражается от горы да отражение оно присуще неживой материи правильно да а мышление это свойство только как мы видим живой материи и из всей этой живой материи только человеку присущей да поэтому вот эта фраза что отражается большую проблему создала какую именно он неясно объяснил что как мысль переходит информация от мира переходит в мозг и это дало путь большим ошибкам каким большим ошибкам вот смотрите у них есть еще вот вторая часть основного вопроса насколько познаваем окружающий мир да и как они отвечают на него что основного окружающий мир познаваем абсолютно а мы же в своей программистской реальности видим что да мы можем познать только в той мере в которой мы видим слышим и так далее да вот наши органы чувства вот это большая ошибка маркса и мы как программисты его ставим на место и получается если они говорят что окружающий мир познаваем абсолютно мы говорим что познаваем только в тех рамках которые мы своими органами чувств можем познать вот раньше было пять органов чувств да какие да да сейчас еще дополнили вестибулярный аппарат и так далее да вот получается они говорят что могут познать запреди кроме этого мы еще добавляем аппараты да допустим температуру главного процессора мы видим через температурный датчик который может вывести через приложение на экран да или автомобиле содержание топлива вот то есть для мысли нам нужно еще получается канал передачи данных от реальности мозгу это органы чувства да об этом маркс не говорил но если бы мы могли бы узнать что происходит за пределами того что мы можем увидеть услышать то мы бы какими супер стали вода это же нету такого вот когда мы пишем программу это очень хорошо видно что что мы ограничены тем что можем это и даже там там и забывчивы да вот и естественно получается какой четвертый фактор еще после этого вызревает кроме этих трех факторов реальность мозг органы чувств да через которые и еще четвертый фактор четвертый фактор вот вы слышали про маугли если могли дать кусок золота и кусок железа что он выберет может быть случайный выбор да а вы то знаете что за кусок золота можно купить квартиру например да или автомобиль да а за кусок железа можно получить там 20 сон до позвоню металлами что выберете да потому что у вас есть предыдущая предварительная информация да то есть вот эти четыре фактора надо чтобы возникла мысль вот и ясно да то есть нам надо так как мы работаем с мышлением мы не должны забывать про эти четыре фактора и мы не должны впадать куда заблуждение метафизиков метафизики полагают что они могут познать то что за пределами органов чувств да хотя они это могут познать вот что будет завтра откуда мы знаем да правильный ответ откуда мы знаем да вот допустим эти же марксисты говорили что мир всегда будет а кто из них попал в это всегда в будущее чтобы посмотреть это всегда будет а никто и поэтому то что мир будет всегда это получается соответствует критерию мысли или нет это получается прогноз да который может произойти а может и не произойти то есть мы как программисты берем определение маркса и его уточняем дополняя двумя пунктами вот о чем я хотел сказать так небольшое отступление было да